здравствуйте друзья начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике как всегда по пятницам сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы которые задаете вы мне онлайн сейчас я проверю быстро идет ли трансляция и начнем ага идет трансляция слышно там сейчас посмотрю все слышно и видно хорошо и так сегодня я публиковал свое сделал публикацию в группе дуэко кайлас и рта я задайте по данным постом свой вопрос я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике 18.00 в youtube и я смотрю сколько вы мне вопросов задали хочу сказать что я не готовлюсь специально к тому чтобы отвечать на эти вопросы вот как получится так и получится итак первый вопрос ирина ирина андрей андреевич можно ли носить украшение из титана и просьба небольшая воскресенье у меня день рождения подуйте на меня для удачи пусть у вас будет удача чем полезное украшение титана титан это элемент сатурна и считается что люди титаны это люди огромного размера именно поэтому для того чтобы у человека был физическая сила физический рост чтобы он рос вверх необходимо носить на себе что-либо титановое лучше всего отдавать детям то есть чтобы дети в момент своего роста взросления имели красивый рост крепкие кости большие там объемы какие-нибудь а в случае если вы полный человек и хотите похудеть то носить украшение из титана не нужно а ты рау а ты рау здрасте андреевич хочу устроиться по специальности по возрасту не берут стажа нет резюме сдала как эзотерически можно что-то делать каждый день представляете себя будто у вас тысяча рук в каждой руке вы держите то чем вы собираетесь работать ручку или там ноутбук или еще что-то также представьте будто над головой еще две головы чтобы умнее стать читайте мантру он дуалет дуалет зундесоха такая мантра поможет вам вместе с такой ментальной практика делайте так 108 раз и скорее всего работу быстро найдете все это есть первой ступени школы кайлас не знаю почему вы не знаете видимо вы все-таки не ученик карлос лойден скажите пожалуйста почему на святые праздники нельзя убирать резать шить и так далее плохо это на самом деле или хорошо спасибо за ответ когда-то такой вопрос я задавал человеку высокого ранга имеющего имеющий высокий ранг в христианском в иерархии кресть христианского служениям и данный человек мне сказал что по идее можно все что связано с тем чтобы кормить дело в том что праздники это когда человек радуется случае если а что такое работа работа это потрачите когда ты потрачу что тебе тяжело тебя это утомляет угнетает раздражает и так далее и так далее здесь скорее всего не столько нужно резать шить и далее а сколько найти в себе возможность случае если вам то чем вы занимаетесь это нравится то праздник делать можно случае если это не нравится вам то в праздник делать этого лучше не стоит вот так скорее всего вообще хочу сказать что лучше всегда делать все на празднике чтобы праздник состоялся это танцевать с близкими обнимать кружиться создавать веселье выступления если есть дети создавать ощущение вот счастья хотя бы ощущение если его нет раушан джуматова спасибо что вы есть скажите если человек отрабатывая свою карму проходит испытания а ваше учение философию школы используют чтобы улучшить свою жизнь тогда карма не отрабатывается вся система она устроена не так как вы думаете дело в том что есть ряд людей которые делятся на три основных части на самом деле даже не на самом деле а три основные части я подразумеваю вот что первая часть это люди которые ни в кого не верят считают что жизнь это время между прошлым и будущим и после окончания жизни их ждет ничего то есть они верят в то что жизнь она окончательная после смерти ничего нет это просто биологическое существование то в чем мы находимся но дело в том что доказательством того что это не так является вот что когда дети рождаются то дети рождаются почему-то со своим установленным характером одним детям нравится дыни другим нет самого детства одни дети гладят другие кусаются кто-то улыбается самого рождения кто-то хмурый до трех лет таким образом можно сказать ну вот наверняка что каждый ребенок рождается с индивидуальным своим четко уже выработанным определенным характером именно поэтому я могу сказать что характер может только нарабатываться характер нельзя приобрести стихийно при рождении так как если было бы без прошлых жизней то каждый человек бы рождался и развивал бы свой характер у него бы развивались свои предпочтения свое поведение а так дети с самого рождения имеют уже свойственное поведение одни тихонечко лежат и кряхтят другие кричат и добиваются третий отбрасывают бутылку четвертый наоборот там сопят и прячут глазки и так далее одним словом можно сказать что с первого дня ребенок повторяет и проявляет свой индивидуальный ярко выраженный характер и это является одним из доказательств того что ребенок рождается уже с характером где же он его взял если бы он если бы он должен был его формировать ну и второе но есть атеисты это я не говорил ну каждый атеист что вы знали вот на самом деле вам скажу такие слова каждый атеист который живет на планете земля он все равно в душе верит в том что бог есть понимаете дело в том что жить с пониманием того что бог есть легче потому что когда ты столкнешься с тем что никому и нечему уже тебе помогать то в случае если ты в бога не веришь что тебе будет тяжелее выкарабкиваться а если хоть во что-то веришь то скорее всего будет еще и шанс но не об этом и второй вариант это люди которые верят в то что после смерти их ожидает либо рай либо ад это ряд религий не будем оскорблять этих людей даже не буду называть что за религии то есть в этих религиях считается что человек после своей смерти попадает в определенную новую так предполагаю плоскость а у других ожидают они там под землей или их душа находится в определенном месте ожидают они смерти вернее своей новой жизни и они будут ждать того часа когда придется когда придет тот час о котором написано в священном писании то есть это время когда бог спустится на землю вместе со своим сыном иисусом христом будут вести суд над людьми и так далее ну или без иисуса христа когда бог просто позовет всех и все выйдут и будут там нести ответственность за то что они сделали есть третий тип это люди которые верят согласно буди верят в реинкарнацию то есть они считают что человек умирает и после этого считают что человек рождается их реинкарнация она имеет эволюционную систему эволюционная система этой реинкарнации она связана с тем что они считают что человек рождается только в прошлом вернее в будущем рождается а если сейчас умирает то обязательно в будущем родиться я тот человек который считает что человек и человеческая природа она устроена по принципе матрицы эта матрица имеет кубическую форму и в этой кубической формуле энергетика людей которые рождаются и умирают вся жизнь прописана она идеально вся выстроена то есть она выстроена в том что было и в том что будет как бы автономно находясь от человеческого рождения время в этот момент она как бы мы его удаляем из этой всей матрицы и в тот момент когда человек получает свое тело что объясняет то что у него есть время то есть он получается получая время получает свое тело то в случае если у него нет тела есть только душа то его душа может рождаться в прошлом и в будущем если человек на протяжении своей жизни сделал этот элемент перерождение когда человек рождается либо в будущем либо в прошлом и создает процесс эволюционного составляющего эволюции его души в ходе которой он должен обрести лишь только одно качество это только одно качество которое называется абсолютное состояние доброты доброта по отношению к себе доброта по отношению к миру доброта по отношению к земле, доброта по отношению ко всем абсолютно элементам, которые проявляются в жизни и чувствах этого человека. Если посмотреть на людей, которые жили в средневековье, то они были более злые, чем те люди, которые живут сейчас. В счет того, что жизнь будет улучшаться в будущем, люди будут еще лучше. Именно поэтому, когда человек на протяжении своей жизни создает чувства и воспитывает в себе состояние толерантности, терпимости, человеколюбия, доброты, он может родиться в будущем. В случае, если он не накапливает это, а наоборот разрушает, то есть он становится злобным, злобным, ненавидящим, вредным, убивает людей, ненавидит людей, гавкает, чвыркает и так далее, то он рождается в прошлом. Поэтому многие люди могут родиться вновь в 1950 году и вновь попасть в ГУЛАГ или родиться еще раньше, еще раньше, еще раньше. Так вот все устроено, по моему мнению. Поэтому испытание человека, оно связано с его индивидуальностью. То есть в случае, если у вас есть состояние доброты, какое? По отношению к себе. Доброта по отношению к себе. Не мучить себя, не воспитывать себя, не злиться на себя. По отношению к детям. Не орать на детей, заботиться, думать. Зачем я делаю что-то для детей? Из-за своей доброты. Для чего я провожу вебинар? Из-за доброты по отношению к людям. Почему я там стараюсь что-то создавать? Для того, чтобы выразить свое внутреннее состояние доброты. Может ли любовь быть элементом максимальным для человека, как сказал Иисус Христос? Любовь может быть без доброты. Любовь может быть без доброты. А вот доброта без любви невозможна. То есть быть добрым, это значит любить. Но быть добрым и не любить, ну так очень часто не бывает. Поэтому ваши знания школы дают вам возможность облегчить события вашей жизни. Стать более добрым. И то, что вы попадаете в школу, мою эзотерическую, говорит о том, что у вас хорошая карма. И это говорит о том, что у вас есть возможность все изменить. Так как весь мир в этом кубе, о котором я говорю, он предопределен. И там много еще чего можно сказать. Дело в том, что это не является моей лекцией. И говорить об этом можно несколько часов. То есть рассказывать, почему я решил, что это куб. Как это проявляется в человеке. Как это связано с его здоровьем. Может ли здоровье как-то реагировать на какие-то поступки. Вот я вам могу сказать, как реагируем мы. Или как все реагирует на нашу судьбу. Человек обычно, это же психосоматическая модель. То есть в случае, если у человека есть проявление злости. То какое оно может быть? Человек злится на себя. Поздно встал. Потом начинает его раздражать кто-то. Он сидит и там рядом с ним находится свекруха, жена, дети. Или еще что-то. Не нравится, как едят. Не нравится, как дышат. Не нравится, как стоят. Не нравятся квартиры. Не нравятся эти люди. Что это такое? Это проявление злости. Но она же не обязательно должна выливаться из человека. Она может накапливаться. В древних тибетских книгах Барь-Дурьян-Бо, Лхан-Дхабс, есть некое такое понятие, которое называется человеческим невежеством. Это перевод такой, который в свое время сделал в одном случае Бадмаев, в другом случае Джамци Гьямцо. И это перевод самого приближенного слова. Но на самом деле вот это слово невежество – это просто неправильный перевод. На самом деле вот это невежество в том виде, в котором оно преподается в буддизме, оно является словом невежества, но есть объяснение этому невежеству. Что же входит в качество этого невежества. То есть когда Будда сказал невежество, то он объяснял, что же такое невежество. Так вот невежество – это не какое-то понятие узкое, как мы там невежественный, значит ругающийся. Невежество в данном случае являлось компонентом, в котором человек злился и находил возможности злиться, проявляя эту злобу или не проявляя. И другой вариант, и там было сказано, что накопление невежества, плохая карма, накопление невежества, Жизнь в невежестве создает у человека условия, в ходе которых он будет болеть. У меня был в свое время знакомый такой, который жил в монастыре, и я приехал в монастырь, который находился в Китае. И приехал я в монастырь и с этим человеком общался, и говорю ему, он мне это сказал. И я ему говорю, послушайте, а вот вы сказали, что невежество, проявление или проявляющаяся злость, она и создает заболевание. Но вы же очень давно болеете ревматоидным артритом. Неужели вы не можете с этим справиться? На что он мне ответил, да, я с тобой абсолютно согласен. И он говорит, я не могу справиться с элементами. Он говорит, я прихожу за стол и стараюсь кушать один, потому что если ем с кем-то, то мне не нравится, как эти люди едят. Одни чавкают, одни сморкаются. Мне все время что-то раздражает. Мне раздражает, что я один, что я неправильно встаю, что я неправильно ложусь. Мне раздражает это, раздражает это. Это все вызывает во мне злость. Я ему говорю, вы не можете с этим справиться? Он говорит, нет. Отягощенная карма в моей жизни мешает мне справиться с этим. Я это понимаю, именно поэтому я читаю мантру Ом Мани Падмахум, которая поможет мне справиться с вот этой омраченной кармой. То есть с чем должна помочь справиться? Быть добрее. Именно поэтому в свое время было создано вот эти пять мантр доброты, которые я в свое время выложил даже в интернете. Это пять мантр, открывающих сердце человеку. Это Оно удивительное. Оно избавляет человека от заболеваний, делает его добрым, делает человека везучим в жизни и так далее. Но самое основное качество, самое необходимое, то, о чем необходимо помнить, это иметь возможность и иметь желание быть добрым человеком. Таким образом, у человека исчезает его карма. Даже когда вы порычали, не злитесь подолгу. Потому что, когда человек поругался, и потом он месяцами обижается, то вот этот месяц вы проявляли и накапливали злость. Вы ее не могли у себя высечь и перестать злиться. Прав, неправ, неважно. Главное, ваш поступок. Вот какой он. Длительно быть злым плохо. Это плохая карма ваша. Ну и, как правило, еще и ваших детей. Василий Хрусталев. В интернете есть такой Эрнест Ветер. Он левитирует в воздухе. Это действительно возможно? Леон Шерлоттан. Я не знаю. Я не верю в левитацию. Я не встречал ни одного случая левитирования. Но я верю в то, что человек может находиться под водой с задержкой дыхания более 5 и даже более 10 минут. Таких людей в своей жизни я встречал. Также я знаю, что существуют люди, которые там плавают и так далее. Под водой в минусовой температуре и так далее. По поводу Шерлоттан есть очень хорошее такое слово – обманщик. Ну, в том, что он летает, да, возможно, он обманщик. Вы знаете, в случае, если человек летает и потом кто-то докажет, что он или там летает, и потом кто-то докажет, что он не летает, то у этого человека могут появиться проблемы. Но, знаете, сейчас очень много есть таких людей, которые пытаются на этом заработать деньги и так далее. Ну, что ж, знаете, так уж мир устроен. Всегда будут находиться люди, которые будут, наверное, использовать вот такие методы. Считаю ли я, что он левитирует в воздухе? И я верю в то, что он это делает по-настоящему. Почему? Мне очень хочется, чтобы люди научились без всяких приспособлений, используя свое сознание, летать. Пусть это будет. Пусть это будет. На РТ вы сказали, что будет все хорошо, как ребеночек родится у нас. Мы даже не думаем, у нас что ребеночек будет. Ну, конечно. А что это вы не думаете? Будет ребенок и будет хорошая жизнь. Там очень резонансное было видео такое на моем канале, где я рассказал историю о Юре, своем друге. В чем она заключалась? В том, что там вырезали одну минуту и там сама история не была слышна. Я рассказал о своем друге. Его звали Юра, он жил с женщиной, потом от женщины ушел. У него дома грязно было. Он перебивался там то в одном кафе поездку, то в другом. И бизнес не получался и так далее. И вот он был категорически против жениться и так далее. Я там говорил, что это плохо. На самом деле так и есть. Если человек никому не посвящает свою жизнь, а живет сам для себя. И здесь два варианта. Первый вариант. Человек живет сам для себя и не ищет никого, и не хочет. То тогда он, возможно, не будет счастливым человеком. Рано или поздно он столкнется с тем, что ему неприятно живется, одиноко и так далее. Время расставит все на свои места. В случае с Юрой была история хуже. Потому что он не захотел жить с этой девочкой, которая с Молдавии приехала. Он с ней пожил несколько месяцев. Она после этого уехала к себе в Молдову и там замуж вышла, успешно родила двоих детей. Она не обижалась на меня никогда за то, что я привез. Я как бы их не заставлял, понимаете. Он попросил найти девочку. Девочка проходила вебинар. Вы, наверное, помните, такой вебинар был. Когда я говорю, если есть девочка невысокого роста, с карими глазами, ему нравятся худые. Девочка такая нашлась, приехала. И они даже вместе 5 или 6 месяцев прожили. Они ездили везде в Крым, ездили вместе, отдыхали, когда Крым был еще украинским. И потом она от него ушла. Не было никаких ни скандалов, ничего. Он сказал, мне самому легче и мне самому лучше. Все закончилось для Юры плохо. Закончилось вот чем. Он начал выпивать алкоголь, потому что одиночество рано или поздно приводит человека к деградации. Он начал пить алкоголь, принимать алкоголь, так как жена ему не давала первое общаться с ребенком. Он любил ребенка. Бизнес у него, который он делал, его не вдохновлял. Спорт его не вдохновлял. Его вообще ничего не вдохновляло. А человек, он так устроен, что у него должна появиться обязательно в жизни какая-нибудь ниша, которая бы его удовлетворяла в его жизни. Давала ему хоть какое-то удовольствие. Там дети растут, это удовольствие. Есть там бизнес, это удовольствие. То есть где-то элемент реализации. Реализация это по-другому. Возможность брать от жизни своей, которая все равно проходит, хоть какое-то удовольствие. Дополнительное. Чем больше удовольствия, тем приятнее жизнь. Тем легче человеку умирать. И не страшно умирать. Ну и вернемся к Юре. Он начал выпивать со своим другом, чего он раньше не делал. Разбил свою машину, начал выпивать со своим другом. Это началось в ноябре месяце. До конца декабря они выпивали. Что в одном 200 килограмм, что в другом 200 килограмм. Одного жена бросила другого. Все на всех обижены. Там все вокруг одни сволочи и так далее. Если ничего не нравится, все вокруг плохо, политики плохие, мир плохой. То есть что он начал делать? Помните, я говорил, человек как воздушный шарик. Если много хороших чувств, то создается горячий воздух. Если плохих чувств, холодный воздух. Холодный воздух опускает шарик в ад. А горячий воздух поднимает к небесам. Поэтому и он создавал много холодного воздуха. Рано очень заболел на Новый год. Не лечился. Думал, это у него похмелье. Я так предполагаю. Там был ковид. И он умер. Было жалко. Мужчина прожил 53 года. А мог бы жить со своим здоровьем. И в общем-то человек был и талантливый, и добрый, и теплый. Много было у него всего хорошего. А вот с девочкой бы жил, и жил бы себе хорошо. Но я обратил внимание вот на что. Вообще я обращаю внимание на комментарии, которые пишут люди у меня на канале в YouTube. Почему-то все люди, которые пишут мне плохие комментарии, в большинстве своем делают это абсолютно безграмотно. Ну, я вас поздравляю. Если вы делаете абсолютно безграмотные комментарии, то обижаться даже бессмысленно. Я уже говорил эти слова, могу повторить. Нет смысла дураку что-либо доказывать. Нет смысла на него даже обижаться. Потому что для того, чтобы доказать дураку что-либо, ты должен опуститься до уровня дурака. Ты себе этого не позволишь. Либо дурака научить всему, что ты знаешь. Поэтому обучение это, оно долгое. И еще человек должен быть готов к тому, чтобы обучаться. Поэтому если люди разных уровней сталкиваются на поле брани, то шансов у умного человека победить человека, который безграмотный, который пишет какие-то гадости, этих шансов нет. Они равны нулю. Поэтому я обычно даже не комментирую, смотрю на таких людей. У меня есть возможность, я могу этих людей просматривать. Очень зря. Ведь если бы они захотели бы услышать то, что я говорю, их жизнь могла бы быть хорошей. Почему? Как у меня. У меня хорошая жизнь. Тамара Лаве. Рада всегда быть с вами и узнавать новое от вас. Спасибо, что вы есть. Скажите мне 59 с начала войны, работаю в Италии. Работа неплохая. Получится мне здесь встретить мужчину? Началось. И остаться жить, продолжая работать. Получится, но замуж вы там не выйдете. Купите ли вы себе жилье? Купите со временем. Года через три. Анаид Тоноян. Скажите, пожалуйста, в Армении в 2023 будет взрыв атомной станции? Нет. Некоторые говорят, не знаем, что и думать. Нет. Взрыва атомной станции не будет. Первый взрыв ядерной бомбы произойдет в 2063 году. Он произойдет на территории, которая контактит между Китаем и Россией. Где конкретно, я не могу сказать. И даже если могу, то не имею права этого сделать. Дело в том, что когда началась война и когда оккупанты в лице Российской Федерации вошли на территорию Украины. Почему я говорю оккупанты? Объяснение этому есть. Человек, находящийся у себя дома, защищающий свою родину, является человеком защищающимся. Человек, который переходит в другую страну, автоматически становится оккупантом. То есть, по-другому, оккупантские войска Российской Федерации, зашедшие и бомбящие территорию Украины по сей день, между прочим, бомбящие. Когда это все произошло, я постарался сделать сразу же заявление. В апреле месяце, там даже не в апреле, а или в апреле, апрель, март, апрель, май. В конце апреля, в начале мая, вот после 27 апреля, я сделал такое видео, где сказал, что война закончится после 2023 году, аж в феврале, в конце февраля, в начале марта. То есть, это, как оно закончится, я тоже сказал, я сказал, что там будет три смерти, которые уже произошли. Сказал, что до мая месяца, там, более-менее успокоится, перейдет, там, и там, целая куча всего. Сделал я первое видео, оно было большое, такое, почти 30 минут, очень много было плохих комментариев, люди сказали, что я идиот, там, и так далее. Что, там, Украина никогда не победит, что Украине, там, конец, и мы вас вообще спасаем, и вы все идиоты. Кто-то до сих пор пишет, я понимаю. И после этого, когда я разместил это видео, мне позвонили из определенных государственных служб. И мои люди, которые являются отчасти людьми, которых я хорошо знаю, можно сказать, как говорит один из президентов, старый некромант, которому сегодня исполнилось уже куча лет, который болеет психическими болезнями, будучи человеком, который постоянно употребляет наркотики, находится в бесконечном далирии. Я могу сказать, что эти люди мне сказали, Андрей Андреевич, пожалуйста, убери это видео. Почему? Они сказали мне, мы с уважением относимся, понимаем это все, но в случае, если люди будут знать будущее, то не будут бороться, не будут защищаться, не будут приезжать, и это все не улучшит состояние. И вот ряд вот таких заявлений, которые были сделаны тогда, я их удалял, то есть я их убирал, закрывал, также было мной объяснено, что же будет после того, когда Украина выиграет, что произойдет с Россией, я там объяснял, как там это все будет, я рассказывал о том, что будут лагеря и там бла-бла-бла. Но на самом деле я понял для себя, что мне это не нужно, от того, что я и так популярный в Ютубе, быть еще более популярным мне незачем, зарабатывать деньги с этой популярностью я не зарабатываю, то есть если там продавать семинары и так далее, ну это не основной вид заработка в моей жизни. Ну и вот так делать, просто так, какие-то заявления, я решил этого больше не делать, поэтому скорее всего вот такие заявления о том, кто победит, что будет и так далее, но я делать этого не буду. Дело это неблагодарно, это нарушает законы этого мира, зачем оно мне нужно? Пусть все идет своим путем. Юля Парнюк, проводя вебинарии, они очень полезные. Отчего на душе трепетно и как это преодолеть? Огромное спасибо, Андрей Андреевич, удачи вам, семьи и процветания. Очень часто вот этот трепет, который возникает у человека, это может быть ощущение конца или окончания, депрессия. Отчего это возникает? Из-за внутреннего вранья. Мы обещаем кому-либо, где-то что-то спривираем, где-то что-то, и это все со временем может создавать вот эти процессы. На первой ступени я говорил, никогда старайтесь никому ни в чем не врать. Лучше промолчите. Так как если человек там, что такое врать? Это додумать, приукрасить, сказать, а вот знаешь ли, а вот моя подруга, ее этой подруги нет, или у меня вот друзья этих друзей нет. И это им часто люди занимаются. Они приукрашают, они создают иллюзию во имя там чего-либо. Но я хочу сказать, что у нас в нашем теле существует невидимый орган, он называется душа. Душа не может жить, если врут, и она начинает страдать. Она пускает некий флюид такой, который приводит человека к тому, что у него появляется депрессивный эпизод. Мой вам совет, для того, чтобы вот этого трепета не возникало, для того, чтобы его не возникало, никому ничего не обещайте и не врите, и не приукрашайте. Второе, из-за чего это возникает? Часто человек начинает думать следующим образом. Начитавшись коучеров, прочитав интересные книги, человек начинает думать так. Мне обязательно нужно и дальше там замуж выйти, или мне обязательно нужно развить что-то, мне обязательно нужно достигнуть чего-то, мне обязательно нужно вот это. Вы должны знать, вам обязательно нужно прожить. Это единственная важная составляющая нашей жизни. Вот если начать жить просто и ощущать эту жизнь, выйти без телефона на улицу, просто посидеть где-то в темноте, если ночь, посмотреть на звезды. Просто посидеть с близкими, или потрогать за ногу ребенка, или маму свою там погладить по ручке. Ни о чем не думая, ни ради чего, просто так. Просто так сидеть и работать, заниматься физкультурой там в зале, бегать. Просто полежать, ничего не делая. Это все наполняет нашу жизнь. Это и есть наша жизнь, ощущения настоящего момента. Вот вы должны знать, что это очень важно. Вот просто жизнь, она важнее, чем все остальное. Когда человек говорит, я готова, вот только там главное, чтобы вот это было. Ну нет. Главное это эта жизнь. Вот главное, почему у одних получается, у других нет. У одних жизнь наполнена. Их аж трясет, их наполнена эмоциями, радостью какой-то. Это вот как моя Соня, знаете, она приезжает там с производства, она сейчас запускает производство косметики, и приезжает, и аж танцует за столом. И я говорю, вот это да, тебе плющит. Почему ей так нравится эта жизнь, понимаете, почему? Вот наслаждается этим. У меня более так не буйно помешано, у меня более тихо. Я наслаждаюсь от того, что вот просто есть возможность жить. Почему я так выбрал для себя жизнь свою? Или так построил. В моей жизни был период, когда уже все сказали, что будет конец. Сказали, дальше не будет. То есть я человек, болеющий онкологическим заболеванием, по сей день. Мне диагноз никто не снял. И как человек, который болеет данным заболеванием, я могу сказать, что когда было очень плохо, мне говорили, что шансов никаких. Что там не оперироваться, не химиотерапию делать уже нет смысла. И как тот человек, который понял, что все остальное было бессмысленно. У меня на то время было и имущество свое, и недвижимость своя, и бизнес процветающий. А зачем? Ну и ради чего это? Получается, все время бежал для того, чтобы это было, а и не жил. Утром вставал, приседал, закалялся, бежал на работу. На работе старался быть максимально кем-то, слушал коучей, читал, изучал что-то, ходил на семинары. Потом занимался работой, зарабатывал, откладывал, строил, изучал там бухгалтерский учет, потом делал этот бизнес и так далее. А потом столкнулся с тем, что а вот зачем? Получается, сын со мной тогда не жил. Женщины у меня на то время не было. Та, которая была, я с ней жить не хотел. И так как-то оно все, знаете, ради чего это все было. И вроде и не пожил, вроде и лет-то уже, а жизни не было. И вот когда я понял, что а надо жить, надо жить, не предавайте свою жизнь, не предавайте ее на новости, не предавайте ее в интернете. Вот такая она, знаете, какая она настоящая. Вот когда вы утром проснулись и лежите в кровати, вот она настоящая жизнь. Вот в этот момент она настоящая у вас. Или когда вы спать ложитесь и есть кто-то рядом, кого можно обнять, вот тогда она настоящая. Когда не заморачиваемся. Возможно, может кому-то это и надо было. Вебинар, зайчик мой. Моя Соня все время забывает, что вебинар у меня. Ну иди мне поцелуй. Жена мне подарила талисман, я его сейчас покажу. Вот так это выглядит. Я когда-то был в ресторане «Красный взлетающий дракон» в городе Харькове. Это был первый вьетнамский ресторан, потрясающая кухня была. У меня там была встреча с Давтяном, который был мэром города Харькова. И с Олегом Деминым, который был губернатором Харьковской области. И когда был я там на встрече с этими людьми, там было много людей, и вот мне помогли с этими людьми пообщаться, потому что мне хотелось начать найти контактам или как-то решить какие-то свои задачи. Все получилось, слава богу. И был как раз вечер, где выступали Кикабидзе и где выступала Любовь Успенская. Любовь Успенская спела песни сначала, мне понравилась ее очень, но она мне нравится. И такая очень веселая, вечная бабушка. И после этого вышел Кикабидзе с песней «Мои года, моё богатство». Он идет такой, пускай денег не скопил никуда, там «Мои года, моё богатство, пусть голова моя сюда, детская рука, мои года, моё богатство». Видит, что я на него смотрю, на браслет, такой подходит ко мне, браслет могу продать. Да, точно так же и я. Жена подарила, но если вам нравится, продать могу. Татьяна Немерченко. У меня такой вопрос, можно ли эзотерически наказать обидчика и должника, если не знаешь его имени? Да, можно эзотерически наказать, если не знаете имя. На сайте школы есть целая куча обрядов, есть даже таблички на сайте duiko.market. Там есть табличка такая с треугольничком, там написано «Мелком напиши имя человека» или «Напиши просто плюсик поставь, если не знаешь, кто и накажешь». Юлия Бутенко. Уважаемый Андрей Андреевич, жизнь переворачивается, перевернулась, наверное, все-таки, на 180 градусов. После выезда из оккупации оказались в Виннице. Тяжело расстались с молодым человеком, но связывает работа онлайн. Есть перспектива приезда в Киев, стоит ли туда переезжать и как быть с отношениями с молодым человеком. Отношения с молодым человеком будут, переезжать в Киев стоит, все хорошо. Лариса, я ученица, слушаю мантри, что мы стараемся набивать позитиву. Підскажите, будь ласка, где я смогу быть счастливой, как женщина, в Польше или в Украине? Если в Украине, то когда лучше вернуться? То есть и в Польше вы будете счастливой женщиной, и в Украине будете счастливой женщиной. Счастье, то оно начинается с нашего сердца. Если в сердце есть счастье и радость, то будет она всегда поряд и всегда рядом вас. Поэтому, а где лучше? Не лучше, все же таки в Украине. Оксана Богатирьова. Доброго дня, Андрій, Андрій, в чужой стране. Починаемо сімью, правильный выбор сделали. Чи настане вагитность? Настане, все добре, вы гарный шлях выбрали для себя. Святлана Шацких. Доброго вечера, Андрій Иванович. Підскажите, будь ласка, есть подозр, что меня обкрадают тихо и дивлячись у ВИЧ. Как выявите хитрость и не будете обмануты? Вас действительно обкрадывают. И для того, чтобы человека не обкрадывали, он должен взять в свои руки. Я когда-то говорил эти слова в своем семинаре, который называется «Доктрина бизнеса и магия денег». Там я говорил, один из моих пунктов, он звучал так. У кого в руках деньги, тот и тому и принадлежит бизнес. Вот у меня были партнеры когда-то, и с партнерами был такой разговор. Я им говорил, слушайте, давайте мы это будем делать, деньги там напополам, но деньги будут у меня. И мне эта тетенька говорит, как деньги у тебя? Нет, деньги будут у нас. Я говорю, если у нас, то тогда бизнесом заниматься я с вами не буду. Одно из моих условий, это деньги, которые сдаются или которые собираются, они будут у меня. И ключ будет у меня тоже. Хотите, будем тогда работать совместно. Не хотите, не будем. Она говорит, давай у меня или вот у моего мужа и будем делать. Я говорю, нет, так дело не будет. Почему? Кто? Я не умею работать с партнерами, и мне для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно сделать так, чтобы деньги были у меня. У кого деньги, тот и управляет бизнесом. Поэтому, если у бухгалтера деньги, то он управляет бизнесом. Поэтому, для себя, как для бизнесмена, я всегда ставлю четкую задачу и говорю, что тотальный контроль денег, тотальный контроль возможностей заключается в том, насколько мы это все настраиваем. Если вы считаете, что вас обманывают, разойдитесь с такими людьми, перестаньте с ними общаться, сделайте бизнес еще раз самостоятельно. Если это происходит, не нужно дышать, магичить и так далее. Подойдите к этим людям, так и скажите в открытую. Вот раньше вы считали, деньги у вас были, а для того, чтобы обмана не было, теперь давайте, чтобы деньги были у меня. Если это обман, то тогда сделайте так, чтобы его не было. Установите программы, которые могут следить, усложните вид бизнеса и так далее. Это все возможно. Когда я обучался стратегическому планированию и ведению бизнеса, я проходил такие, имею такое образование, то когда я проходил такие семинары, там во время этого семинара был интересный такой 10-дневный курс, который я проходил. Он назывался системное построение бизнеса, это вертикаль построение, маркетинговые идеи, внедрение маркетинговых систем подсчета и целая куча всего. И интересный был такой человек, он по фамилии Лев, Вениамин Лев. И он сказал буквально такие слова, он очень знаменитый в NBA. И он сказал такие слова, начать бизнес легко, но в случае, если ты начал бизнес и ты его не контролируешь, то с этого момента ты его уже и потерял, даже если думаешь, что ты на нем зарабатываешь. Его легче утопить, чем дальше вести, потому что рано и поздно такой бизнес утопит тебя, и ты будешь за него выплачивать еще и много лет деньги. Я с ним абсолютно согласен. Когда начинаешь заниматься бизнесом, самое важное, с чего необходимо начинать, это учет. Вот нет учета, нет возможности учитывать, сложно вам не начинать. Подскажите, как убрать болевой синдром? У мужа три года назад был геморрагический инсульт, трепанация черепа. Три года болит вокруг раны и мази, которые советовали врачи, не помогают. Спасибо. Есть в нашей компании препарат битулиновая кислота. Принимайте битулиновую кислоту. Саму рану, ее смазывайте мазью, которая называется лизоцимовая, и мазью, которая называется живица. Лизоцимовая и живица. И одно, и второе. И вот это пройдет. Ирина Бережна. Доброго вам здоровья, спасибо. Спасибо за ваши советы. Скажите, пропустят ли на границе сына, чтобы он мог переехать учебу в университет году? Нет, не пропустят. Пропустят или не пропустят? Показывают, что не пропустят. Марьям Штер. Подскажите, пожалуйста, получится у нас с мужем забеременеть без ЭКО? Будут скоро детишки, да. На теле появляется много папилломы странной родинки. Как избавиться навсегда? Я уже говорил, чай-железняк и чай-глюконорм. Принимайте чай-железняк и глюконорм, а еще битулиновую кислоту. Попринимайте 2 месяца, 3 месяца, вот этих папиллом не будет. Что такое папилломы? Да, считается, что папилломы – это следствие появления папиллома вируса. Но никто не будет говорить вам, что папиллома вирус всегда возникает на фоне высокой кислотности желудка. И у всех людей, у которых папилломы появляются, у них у всех, как у одного, появляется гастродуаденит, гастроэнтериальный рефлюк, заболевания гастрит и так далее. То есть у многих проблемы поджелудочной железы, гастроэнтериологические заболевания и так далее. Но и всегда это лечится. Чем лечится? Нужно снижать кислотность, переходить на диету, в которой будет больше вареной пищи, чем сырой и жареной, и копченой, всякой вредной. И уменьшить количество сахара, глюкозы, ну и начать принимать вот такую противовирусную терапию. Это бетулиновая кислота и бетулин, можно ГВИ препарат, ну и чай-железняк, чай, и чай, чай-железняк и чай-ГВИ можно. И чай-ГВИ или чай-гастронорм. С детства не отпускает чувство, что стану очень богатой. Все в ваших руках. Зарина Аманкулова. Мне 40 лет, я в разводе выйду и еще раз замуж смогу родить ребенка. Ребенка не родите, скорее всего, замуж выйдите. Может на букву А даже будет. Мужчина. У вас все, впереди жизнь только начинается. 100%. Сейчас посмотрим. Зарина выйдет замуж. Свадьба, видите, свадьба. Вы идите замуж. А дети будут. Серьезно. Показывают, что и дети будут. Светлана Коваль, скажите, пожалуйста, как можно вылечить глоукому? Нет, нет, во вторник задавайте этот вопрос. Мэри Бар. Скажите, пожалуйста, стоит ли продавать свой дом? Мы столько вложили в него, как-то жалко. Не стоит продавать. Все равно не продадите сейчас его за те деньги, которые хотите. Не торопитесь. У вас еще будет что-то, что связано с этим домом. Наталья Ушко. Вы говорили мантры на избавление. Лучше читать утром, а на приобретение вечером. С кодами тоже. Не важно, главное, первая основная заповедь нашей школы, она звучит так. Мы не заморачиваемся, не паримся. Помните, главное с открытыми глазами. Хочу принять участие в марафоне по целительству, но пока не получается. Наталья Ушко. Все, что создаете, информация интересная и полезная. Шумы целительные. Спасибо. Ирина Сукач. Ваша ученица, мой солнышко Александр, живет нерасписано с Артемом. Будут у них все хорошо? Да. Хочет приехать в Украину, правильно сделает. Подскажите, правильно поступать? Правильно она поступает. Людмила Латий Войтович. Сейчас с сыном и семьей дочери снимаем квартиру в Познане. У меня сын ходит в школу восьмой класс, но я никак не могу найти работу, мне 57 лет. Смогу в Познане найти работу или может другой город? Сможете в Познане найти работу, обязательно ищите работу по доходу, уборщицей, что-то вот такое. Найдете, найдете работу. Я с мужем 6 лет, но пропало уважение, он меня не слышит, тяжело вместе стало. Сохранять отношения или разорвать? Разорвать каждый может, а вот найти один повод для того, чтобы сохранить не каждый. Как нужно сохранить отношения? Выполняйте практики обнимания. Каждый день мысленно представляете, будто он маленький, и вы его обнимаете, к груди прикладываете. А еще мужчина и женщина, между ними должен быть секс. Это важное условие жизни. Чем сильнее женщина хочет секса, интима, интимной близости, будучи холостой, когда она просто смотрит на какого-либо мужчину и воспринимает его как человека, с которым ей бы хотелось секса, банально это звучит, тем быстрее у нее возможность выйти замуж. Почему? Это вторая чакра. Человек выходит замуж в случае, если она горячая. Понимаете? Я даже когда-то говорил, когда мужчина и женщина занимаются интимной близостью, то у женщины в какое-то время от того, что это происходит, зажигается вокруг пупка, я как ясновидящий говорю, блестящее такое, как солнышко, похожее на бублик с дырочкой. Вот это я называю, зажглась вот эта вторая чакра. И тогда на этой женщине хочется замуж, вернее, жениться и так далее. Так вот, когда это не связано с сексом, это связано с чувством и намерением, что вот ей хочется или ей это нужно. Очень часто женщины, они вот так думают. Они думают, я бы вышла за этого, или я бы познакомилась, но может кого-то найду, но может быть какой-то нормальный, но может быть там, но, и вот эти но, 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 не достоин, но еще подожду, но еще что-то, но не пойду, но нет, но еще, ну при чем тут но? Нужно ориентироваться на это. И где мне их найти? Женщины говорят, мы будем искать мужа только на сайтах, где не все. То есть вы ищете мужчину и думаете, что он готов на шею посадить бабу чужую. Та никогда, никогда. Он мечтает посадить вас на шею себе? Та никогда, слушайте. Он мечтает, а что он мечтает? Он мечтает найти женщину для того, чтобы с ней спать. Это единственное, ради чего женщина нужна для мужчин. Как бы к этому ни стремились, что бывает, так и женщины то же самое, как обычно это бывает. Женщина там, нет, я буду искать, а потом находится Альфонс, она начинает с ним жить, он ее там хорошо, с ней спит, и после этого у него много гормонов выделяется, и она потом дуреет, отдает деньги, не знает, что делать и так далее. Они, зная это, создают прекрасную картинку. То есть нормальный мужчина, ему некогда, он зарабатывает, работает там, к чему-то стремится и хочет с женщиной переспать. Альфонс работать не хочет. Он знает, что женщина работает, и он что? Он должен создать красивую картинку такого гуманного, человеколюбивого, хорошего. По ручке будет гладить, в глаза смотреть. Почему? Да ему в спортзал ходить, знаете, и там, после этого перед тем, как с вами переспать, шесть таблеток Виагры выпьет. Будет самый интимный, и будет говорить, что вот только тебя люблю и так далее. Потом будете ему выплачивать, и вот это вся проблема, знаете, вся проблема. Проблема в сексе, как сказал Фрейд. Я на самом деле ни при чем. Поэтому хотите, чтобы уважение не пропадало, находите возможность с этим человеком иметь интимные отношения. Так скажите, я с семьей сейчас в Норвегии, здесь оставаться будет хорошо? Да, будет хорошо, можете оставаться. Оля Квиточка, добрый вечер, Андрей Андреевич. Так складывается, что всегда по жизни я делаю, я сама делаю. Скажите, пожалуйста, будет ли у меня мужчина, с которым мне будет счастлива? Будет? Лиза Кармакова. Муж утверждает, что фамилия переводится с черкесского языка. Означание Ко означает сын. Ду это могучий или гора. Получается в переводе, что вы сын могучего или величественного. Что вы думаете по этому поводу? Очень интересно. Эту фамилию мою несчастную, ее как только кто не переводит. На самом деле фамилия Дуйко, она не украинская. Мои родственники, они жили во Владивостоке когда-то в очень далекий период возле реки Дуйко. И это было цыганское племя. Они находились с одной стороны на этой реке Дуйко. И об этом можно почитать в книге Антона Павловича Чехова, которая называется «Путешествие во Владивостоке». Где он говорит о реке Дуйко и говорит о том, что там находятся племена цыган. Их там при... В свое время их там разгоняли и они начали табором уезжать. И вот они уезжали, уезжали, перемещались, плавно перемещались и вот начали жить на территории Закарпатской, Львовской области таким табором. Много ездили, путешествовали, воровали и там что-то делали. Потом ехал цыган, украл девку, сказал, что довезет. И вот это была одна из разновидностей моих предков и так далее. А потом уже, когда было притеснение, не стоит забывать, что притеснение было не только украинского народа, а всех людей, которые жили в Украине. Это был голод 33-го. Потом были еще еврейские погромы, потом были еще польские погромы, потом были еще... И куча всего было, знаете. И вот в этом всем были еще и погромы цыган. То есть цыган убивали, их там сажали, были там украино-цыганские какие-то... То есть цыгане старались выехать, до сих пор они живут на Западной Украине, туда неважно. И те цыгане, которые были частью моей семьи, они стали богатыми. И из-за того, что они стали богатыми, они уже не хотели там чем-то заниматься, пошли в разрез той идеи, которая была, в общем-то, у них. И решили изменить фамилию. Ничего не пришлось делать с фамилией, они последнюю букву поставили О. И получилось вместо Дуйко, Дуйко, украинская фамилия. А другую фамилию поменяли на другую фамилию, украинскую, но тоже было не русское. На самом деле, очень много там было и всяких национальностей, и ничего страшного. Какая разница, какие национальности? Но плюс огромный от всего этого все-таки есть, потому что у людей, которые имеют в крови своей объединенных много национальностей, у них есть одна уникальная способность. Эта уникальная способность заключается в том, что они с легкостью изучают любой язык. Вы знаете, что, допустим, армяне знают 2-3-4 языка. Ну вот, допустим, есть ряд людей, которые знают много языков. И это считают для себя нормальным. Только есть одна нация, которая только кроме одного языка не знает, и поэтому решила заставить все остальные нации знать языки. Ну и вот такое качество есть и у меня, кстати. Я тоже хорошо знаком с разными языками. Себя хвалить нельзя. Элла Аликсанян. Ну если дуйко обозначает могучий или гора, и я сын горы, то это великолепно. Ну конечно, так же же есть черкесского. Наверное, что-то там было у меня есть черкесами. Элла Аликсанян. Здравствуйте. Скажите, образумится ли мой сын не в этом году и не в следующем, но легче вам будет. Да. Дави. Спасибо за ваши советы и знания. Они действительно спасают. Скажите, когда была беременна сыном? Очень тянуло смотреть видео со ценами насилия, особенно к концу беременности. После того, как родила, сразу перестала. Может ли это быть связано с ребенком или его качествами? Нет, не может быть. Дело в том, что когда человек смотрит элементы насилия, то выделяется адреналин. Адреналин, в свою очередь, заставляет сокращаться мышечную мускулатуру. И видимо, у вас была мышечная мускулатура в очень таком вазодолатированном состоянии, релаксированном. А вам нужно было сохранить плод и так далее. Именно поэтому у вас вот была нужда к адреналину. Слишком спокойно было. Ничего страшного. Просматривая вас, могу сказать, что ни на вашу жизнь, ни на жизнь вашего ребенка это никаким образом не скажет. Галіна Загородня. Донька поступила на программиста, складывается в ней ця профессия, или поступать на что-то еще. Дуже хорошо, что поступила. Все в ней будет получаться. Не нужно ей никаким боком еще семенят и хай, так и живы. Наталья Стапенко. Уважаемый Андрей Андреевич, в семье дочки есть один ребенок, хотели еще на подряд три замершие беременности, может и больше, но уже не говорят. Есть ли надежда на рождение еще одного ребеночка или уже нет? В семье тяжело переживают, не нужно сейчас рожать, только через два года пусть рожают. Сейчас 34-35 пусть не рожают пока. Пока идут войны в этом мире, рожать сейчас очень сложно, потому что когда войны идут, то зачатие ребенка и роды, это очень ухудшается все. Я об этом говорил в одном из вебинаров своих. Цандра Росса. Если вы можете посоветовать, как мне поступать? Оставаться мне на работе, где я сейчас? Или брать работу на контракт? Тогда я буду вдали от дома. Хочу решить, оставаться где я сейчас. Контракт у вас, ничего хорошего с этого не получится. Екатерина Козьянец. Расскажите, как исправить плоско-вальгусную деформацию стоп у ребенка 9 лет? Обувь ортопедическая не помогает. Гимнастику делали, стал выпирать животик, очень сутулиться. Помогите, пожалуйста. Для того, чтобы избавиться от вальгусной стопы, необходимо знать, что это первые признаки плохой работы щитовидной железы. И я в свое время об этом говорил. Начните давать препарат Д3-йод моей компании и цитрат кальция. Ровно 2-3 месяца. После этого на протяжении где-то 4-5 месяцев будете удивлены, как это все изменится. На самом деле это... Ну и что необходимо в этом случае применять, на что смотреть? Проверяйте щитовидную железу. АТТПО, что там еще? Т4-Т3, тирозин, парад гормон, можете проверить. Рашид Баягизов. Купил для детей марафон 9, можно с ними смотреть? Не можно, а нужно смотреть. Елена Тегетаева. В настоящее время в ссоре со своим другом мужчины восстановят соотношения? Да. Ксения Гамалей. Благодаря судьбе что-то встречало моей жизни, поменялось в лучшую сторону. Хотела спросить, я работаю массажистом 4 года. Я думала, это мое, я себя нашла. А в последнее время понимаю, что еще не открыло до конца свой потенциал. Я вообще начал сомневаться, мое ли это, куда мне дальше двигаться. Подскажите, пожалуйста, стоит ли развиваться мне в этом направлении дальше, или искать что-то другое? Лучше, да. Лучше искать другое. Если да, в каком направлении искать? Ногти делайте, не знаю, там, что-то такое делайте. С косметикой все, что связано, будет получаться лучше. Здесь войной переехал домой в Западную Украину, жила 15 лет в Киеве. Стоит ли сейчас возвращаться, или будет дома лучше? В Киеве лучше будет. Марина Короленко. Скажите, пожалуйста, что это за огненные столбы были в небе? Это такое оружие? Нет, это не такое оружие. Это таким образом пытаются изменить или создать фейковое влияние. То есть, чтобы все боялись, чтобы не насмехались. То есть, вот, видите, это у нас, им же сразу же дали название, что это там спутники сбивательной оружия и так далее. Ну, это не оружие. Все это чушь. Катюша Фриско. Мечтаю стать ученицей школы Кайлас, но вот все как-то не получается финансово себе позволить. Ну, что же делать? Еще я заметил, что если я говорю в голос о своих планах, это обязательно не сбудется. Много раз на первой ступени об этом тоже говорил и говорил почему. При этом у меня прекрасная семья, чудесный муж, прекрасная дочка. Но вот финансово никак не получается стать увереннее. В чем причина? Причина в том, что вы знаете причину. Она заключается в том, что вам надо стать ученицей. Смотрите, вы вне конкуренции, вы маленькая светлая девочка, живете за спиной мужчиной, и у вас задача какая, у вас, вам чего-то хочется, вы, чтобы, чего-то могли и хотели бы, наверное, и муж бы хотел, но вы просто в обычном конкурентном мире, просто один из вот этих шести миллиардов человек. Чем вы отличаетесь от других? Вы не более умные, не более красивые, не более здоровые, не более успешные ваши родители, не более хитрые, не более там какие-то, вы не евреи и так далее. И после этого, ну вот как? Или успокоиться, жить как все, либо что-то изменить. При помощи чего? Самый простой вариант это стать эзотериком. Для того, чтобы изменить что-либо, нужно быть эзотериком. Это самый мягкий и самый простой способ изменить что-либо в вашей жизни. Поэтому 200 долларов это стоимость моей ступени на то, чтобы изменить свою судьбу невысокая оплата. Вот если она не изменится на протяжении года, я вам эти 200 долларов отдам. Нина Чавадзе, Агена Цвали. Андрей, здрасте. Как правильно слушать шумы, если приобретено несколько силий интервалом или можно подряд? Можно подряд, но не делайте, включая все сразу. Все сразу нельзя. Иначе будет неправильно организмом идентифицироваться. Там шумы это не все. Там в шумах есть паузы, они тоже имеют значение. Ваше мнение о системе упражнений оковозрождения, а также упражнений тресмегериста. По поводу упражнений тресмегериста впервые слышу. А по поводу оковозрождения знаю людей, которые выполняют и которые чувствуют себя хорошо. Почему эти упражнения работают? Дисциплина. Если человек дисциплинирует себя и выполняет и дисциплинирует себя ежедневно, то у него будет хорошее самочувствие. Почему? Я делал так. Выполнял сначала упражнения оковозрождения, потом оставил, просто придумал 7 упражнений, которые были похожи. И тоже их выполнял на протяжении времени, тоже состояние улучшалось. Потом упражнения другие делал, потом делал просто приседания, отжимания, еще что-то, тяги. И вот я вам хочу сказать, если человек готов 10 минут тратить ежедневно на физические упражнения, то какими бы они ни были, если дисциплинированно ежедневно их выполнять, то очень улучшается самочувствие. Почему? Наш организм требует дисциплины. Это важно. Очень часто заболевание начинается из-за расхлябанности. Как попало, когда попало, ем, когда попало, сплю. И эта вот расхлябанность, она приводит к болезням. Человек должен быть дисциплинированным. Я стараюсь быть дисциплинированным максимально. То есть там встать, прочитать мантры, обязательно утром искупаться, обязательно там почистить зубы, физические упражнения, закаливание, там один раз в неделю обязательно там в баню хожу. Стараюсь, чтобы, ну, дисциплина это важный аспект. Медитация один раз в день обычно ее перед сном делаю, но не менее сорока минут, обычно от сорока минут до полутора часа. Вместо того, чтобы идти кино смотреть, я могу сесть в медитацию. Но тоже иногда надоедает, и я не занимаюсь в медитации. Могу там неделю, десять дней не заниматься в медитации. Потом все равно нахожу время, сажусь. Утром обязательно у меня есть там 40-50 минут, я читаю мантры для школы Пи-Ри-Ро-Ри-Ро-Ри-Ро-Ри-Ро-Ри-Ро-Ра-С-Пи-С-Нак и так далее. Все, что нужно для того, чтобы все люди, кто находятся в школе, чтобы больше везло, чтобы имели возможность брать прибежище в школе. Елена Рудченко. Спасибо большое. Все помогает. Небольшая просьба. Сегодня день рождения. Пожелайте пожелания. Счастливое будущее. Пусть счастливое будущее будет. Подскажите, какое имя больше подойдет? Давайте не вы будете выбирать имя, а будет выбирать имя ее родня. Злата ей больше подойдет. Галина Большешалская. Если у сына появляется кашель, то он удушливый. Что вы посоветуете? Лечить. Еще не являюсь вашей ученицей школы, но интересуюсь многим. Поздравляю. Екатерина Резун. Ваша ученица седьмой ступени. Моя мама занимается магией. Не знаю, какой, не влажу в это. И постоянно болеет. Постоянно рассказывает мне на мне сглазы, порчи, привороты, проклятия. Тихо улыбаюсь на это все. Подскажите, пожалуйста, опасно ли для моей мамы то, чем она занимается, так как она постоянно болеет. Но я не думаю, что это у мамы вашей, просматривая ее, это у нее не связано с магией. Это в ее случае связано с психическим заболеванием. У нее психическое заболевание. Она плавно, плавно переходит в состояние какое-то. То есть это либо у нее психизмы какие-то, либо это у нее депрессия, так проявляется, либо это биполярное состояние, либо это маниакально-депрессивное. Скорее всего, абсансы на фоне маниакально-депрессивного психоза, либо обсессии, может быть. Татьяна Бондаренко попсуй. Подскажите острый перец изотерийские его действия. Если на себе носить, будешь все время хотеть работать. Если кушать острый перец, человек согревается, клеточная система быстрее работает. Нельзя есть много красного перца, постареете. Также, если есть много перца, будете спать мало. И красный перец в большом количестве, как ни странно, в маленьком количестве снижает холестерин, в большом повышает. Что связано с... Мама плохо себя чувствует. Что-то связано с головой. Врачи не могут установить диагноз. Скажите, она сможет вылечиться? Сможет. У нее стеноз сосуда с левой стороны головы. Стеноз сосуда и даже есть мальформация сосуда. Скорее всего. Стеноз, да. И этот стеноз нужно антикоагулянтами лечить. Необходимо какую-то терапию проводить. Асель Манадырова. Хотим купить дом бабушке. Получится в нашем селе, да. Валентина Бондар. Хочу узнать о дочери, когда выйдет замуж. Выйдет замуж. Гало-гё-гя-ди-гам-э-ли-ле-не. Позвольте выразить благодарность за то, что дети здесь знанием. Помогайте другим вопрос о семье. Может ли сказаться на детях, если у родителей большая разница в возрасте нет? Может ли это отразиться на судьбе только в лучшую сторону? В кавказских странах такое было издавна, считалось нормой. И чем влияет кровосмешение между расами на детей? Здоровье ухудшается. На примере афроамериканцев ничего хорошего. В основном, хоть и есть исключения. А на примере многих, знаете, есть ещё и царские семьи. Помните, гемофилия у сына Николая II. А ещё и армянская болезнь есть в курсе. Есть целые синдромы, которыми болеют только евреи. Заболевания евреев. Синдром Мартина Белла, спинальная мышечная атрофия, буковицидоз, болезнь Тея, сакса, реплей и так далее. Болезнь Каневен. Это всё связано с тем, что одна этническая группа постоянно находила себе партнёров из той же этнической группы. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите о эзотерическом браслете с наборными символами. Его магическое действие только когда он на человеке. Если он на человеке, и если даже не на человеке, то он всё равно действует. На нём находятся символы, которые вы покупаете. Заряженные символы материального благополучия. Даже если он лежит у вас дома, но вы его купили, он всё равно действовать будет. Очень мне нравится. Я не могу его носить. Не могу его носить. Объясню почему. Я не могу ни о чём думать, только о работе. Но я не хочу всё время думать о работе. Хочется думать о любви. У меня жена красивая. Слушайте, что всё время? Только о работе. Минора из 10 свечей будет у вас на продаже? А есть, по-моему. Но нужно, если нужно, мы найдём. Хотел показать. Вроде у меня дома тоже есть на 10 свечей. Марина Иса. Скажите, что ждёт Турцию в ближайшие 10 лет в плане войны? Да, в Турции, на Турцию никто не нападёт, ничего такого не будет. Но Турция будет активно участвовать в войнах, которые будут связаны с Азербайджаном, армянским конфликтом, в Турции будет продолжать максимально со временем, где-то через 7-8 лет тех людей, которые имеют русскую национальность, их будут максимально терроризировать для того, чтобы они покинули Турцию. А ещё, несмотря на то, что в Турции очень хорошо относятся ко всем религиям, не стоит забывать, что Турция является страной ислама, исповедующей ислам. И это является основная религия. Если в стране основная религия – ислам, то рано или поздно в власти придут люди, которые будут этим манипулировать. И в случае, если вы человек, который находится в Турции, и вы не исповедуете ислам, то в дальнейшем вам и вашим детям будет нехорошо. Поэтому обязательно к этому на это обратите своё внимание. Рано или поздно это может проявиться нетерпимость по отношению к гражданам, которые имеют не мусульманское веру. Калина, ученица первой и второй ступени спасибо за труд, жизнь меняется в лучшую сторону. Нужно мне начинать свой бизнес или продолжать работу на хозяйке? Нужно начинать свой бизнес. Скажите, что ждёт Турция? ответил. Учитель, подскажите, Турция будет расти и очень хорошая будет и в дальнейшем и с бизнесом и займёт такую позицию. Она будет такая же сильная, вот как, наверное, одна из самых сильных стран будет. Одна из самых сильных стран. Пожелайте моему сыну, чтобы хорошо учился в университете и с третьего начал учиться. Пусть учится хорошо. Дмитрий, поздравляю всех участников девятого марафона. Скоро начало. Увы, они с вами, несмотря на то, что оплатил участие. Но, видимо, так должно быть. В любом случае, желаю всем участникам хороших результатов. Мы вам деньги можем вернуть в случае, если вы оплатили и не будете проходить. Марина, Иса, в исламе предсказывается, что второе пришествие Иисус спустится на главную мечеть Дамаска. Как это понимать? Или это потом сделают в виде голограммы и все. Я читал Коран от самого начала и до самого конца. И вот того, что вы сказали, не видел. Людмила о Машахе читал. То есть, там у Любавича в Тани сказано о том, что Машах придет на землю и найдут красную корову и так далее. Ну и вот это объявлено год назад было или два года назад, что Машаха нашли и вот он теперь на земле будет и так далее. Но по поводу того, что именно Иисус Христос, да еще и на мечеть, нет, нет. Так такого в Коране поверьте мне, ну вот вообще нет. Это противоречит Корану просто, о чем вы пишете. Вы вот это хоть не говорите никому. Уважаемый Андрей Андреевич, будьте добры, подскажите, пожалуйста, кому-нибудь как ляпники и будут у вас это же люди, они по-религиозным, есть же люди, которые очень тонко это воспринимают. Им кажется, что жизнь, знаете, вот у меня есть такой вот пример. У меня есть друг, Марков его зовут. Он одно время жил на территории Израиля, сейчас переехал в Америку, живет в Америке. И он в Америке очень богатый человек, прям невероятно богатый человек. Он директор очень крупной фармацевтической компании, это с его подачи я открыл компанию по производству БАДов здесь, на территории Украины. он дал мне подсказку и является моим родственником там каким-то. И мы с ним очень давно дружим, знакомые, очень хорошие отношения, там, ну, очень хорошо друг друга знаем. И до сих пор общаемся. И вот как-то у него, знаете, вот очень много говорится в политике много лет говорится о том, что вот Америка, она там максимально ненавидит, все говорят о том, чтобы там навредить этой России, русских ненавидят и так далее. Я вот как-то решил на эту тему с ним поговорить. Он там с политикой связан, сын его в парламенте работает, второй сын в Вашингтоне занимает пост и так далее. Я вот с ним разговаривал, говорю, Марка, что вот такое есть? Он говорит, послушай, да никто вообще, кому они нужны? Вообще никто никогда не думает, нет разговоров, никто нигде ничего не обговаривает, вообще этого нет, там, Америке хватает своих вопросов. Говорит, нет вообще до одного места, слушай, там есть другие вопросы, которые обговариваются, ну иногда там кто-то там высказывается, но если не знать каналы, где об этом говорят, то и не найдешь. А там преподносят, что вот они только об этом думают, только об этом говорят, кому это надо, знаете, слишком много чести. И вот эта нетерпимость, она вырабатывается теми, кто вот в этой нетерпимости живет. Именно поэтому вот в исламе не могли предсказать по поводу того, что Иисус спустится на главную мечеть, так не может быть, эта нетерпимость вызовет. Почему? Причем тут Иса, Иса пророком был в Коране. Там главный это пророк Мухаммед, и он сказал, кому необходимо обращаться, кому? Он сказал, что обращаться нужно напрямую к Аллаху. И тот не пришлет никого, тот призовет к себе, и потом будет сам вести суд. Людмила, подскажите, как нам, вашим ученикам, помочь восстановить мир, как уберечь наших сыновей от мобилизации? Обожаем вас. Есть символ, есть шумы от войны, есть коды от войны. Все это выложено на моем сайте, официальном сайте дуйко.гуру, вбивайте коды от войны, шумы от войны и так далее. И все вместе будете, читайте эти коды утром и вечером, каждый по 108 раз, слушайте шумы и убережете детей, война закончится. Андрей Андреевич, помогите мне. Я писала, что попал в аварию сын, виновата девушка была не пропустив, вылетела на главную, все было хорошо. Показания сняли, признала виноватая, сегодня звонит дознаватель, завтра приглашает и говорит, что будет обоюдно, это что происходит, у кого связи, тот и прав. Прошу вас, что мне делать, как защитить, чтобы победить в этой растерянности, не соображу, что делать. Я посчитаю ритуальную защиту. Если можно, скажите, как все сложится у сына. Скажите, у вас есть задача наказать эту женщину. Скажите, она есть у вас? Если у вас есть задача наказать ее и посадить, то скажите себе, зачем? Что она от того, что она сядет, эта девочка? Вы сына спасаете? Слушайте, помогайте сыну, спасайте сына, помогайте ему потом в реабилитационном периоде. Зачем девочка? Едьте к девочке, скажите, давай будем как-то помогать, договариваться. Нету войны, не нужно с этой девочкой воевать, ее не нужно наказывать и садить, виновата, не виновата, знаете, у каждого может быть чертики. А вот договориться с ней и сказать, что давайте будем моему сыну помогать, давайте это будем делать, вот как нужно. Вообще любая война, которую вы начали делать, она решается договором, то есть необходимо встречаться, договариваться и не в ультиматумах, как вот знаете, сейчас говорят, почему не хочет договориться с Россией, потому что нет договора, потому что Россия предъявляет ультиматум, будет так, как мы хотим, но договор это когда предложение с одной стороны рассматривается и с другой, почему нет договоренности, потому что в ультиматумах договоренности не договаривают, так не бывает, это не нужно менять слова, то есть мы предъявляем ультиматумы, они не соглашаются, вот так нужно говорить, они мы там каким переговоры на переговоры не идут и переговоры с ультиматумом это не переговоры это называется ultimatum то есть также у вас не нужно надо переговоры они ультиматум ультиматум это посадить переговоры а что вам даст то что она сядет что это даст Так скажите цех уроку вода блиц вид поведения ким был это уроком не знаю пока не знаю добрый вечер андрей андреевич и все участники у меня вопрос вы проводили 24 шевраля обряд как часто можно его смотреть один раз но три раза не нужно обряд проводится один раз тогда он работает максимально и сильно ну что я желаю всем нам хороший получился вебинар расти андрей андреевич если эзотерический способ сделать так чтобы певческий голос всегда прекрасно звучал невзирая на погоду гормоны настроение и здоровья на ноге между первым и вторым пальцем есть углубление вот это углубление каждый день на правой и левой ноге массажируйте очень сильно можно с применением чего-то горячего допустим перца красного там горчицы какой-нибудь массажируйте и голос ваш всегда будет прекрасным потому что именно это место напрямую связано с голосовыми связками напрямую связано голосовыми связками если вам необходимо чтобы голос был ниже то нажимайте на живот если выше поднимайте вверх почему мужчин с большим животом голос ниже надо йогой заняться голос будет красивее я желаю всем прекрасного вечера прекрасных выходных проходите первую ступень прямо сейчас идет акция которая закончится 10 числа она называется минус 19 процентов на все инфо семинары для того чтобы приобрести инфо семинары вам необходимо пройти на мой сайт дойко . гуру там сейчас проходит акция эта акция минус 19 процентов на абсолютно все семинары какие семинары необходимы новичку я думаю что новичку необходимо начать проходить первую ступень школы кайлас сейчас первую ступень школы кайлас вы можете приобрести за цену одной ступени но получить фактически две ступени какие-то ступени это старая первая ступень которая ранее была вложена в ю тубе бесплатно и обновленная первая ступень разница между ними глобальная они друг друга дополняет как принципе и все остальные ступени старые новые и я рекомендую вам начать обучение именно с прохождения данной ступень если вам необходимо там замужество или еще что-либо или там деньги есть семинары которые называются доктрина бизнеса магия денег есть коды ду и код для привлечения материального благополучия символы сан шейн кокон тренажеры сан шейн кокон и так далее то есть это все создано для того чтобы максимально эзотерически помочь человеку вырваться и быть конкурентно способным в том мире в котором он проживает здравствуйте пожалуйста имеет ли какое-либо магическое значение слова никогда не имеет здравствуйте пожалуйста пожелайте нам быструю продажу квартиры не продадите быстро мои зайчики ну пусть у вас продастся быстро хорошо здравствуйте у кого в этот день день рождения можно получить вебинар как дар смотрите а зачем мне это хорошо у вас день рождения я разве зачинал вас или я буду кушать что-то из вашего стола ну в чем радость для меня отлично у вас день рождения не могу понять вашу логику вас день рождения я должен вам что-то дарить если волшебник голубом вертолете днем рождения поздравит и наверно оставит нам в подарок 500 эскимо зачем мне это я зарабатываю деньги на том что я продаю инфо семинары поэтому случае если они вам нужны вы можете их купить со скидкой а вот скидка это от меня подарок но люди асти скажите дочка беременно 17 лет скажите будет она с отцом ребенка чуть-чуть поживут потом не будет будет другой у нее мужчина будет очень счастлива и богатый не переживать с америкой что будет америка ближайшие сто тридцать девять лет будет самой могучей страной сразу же после англии это будет длиться очень долго поэтому америка будет процветать ничего плохого в америке не будет краски андрей здрасте как снять венец безбрачия фикс есть семинару называется быстрое замужество переходите на мой сайт дойко . гуру находите семинара обновленное быстрое замужество приобретайте его он начинается с того что я объясняю как снять венец безбрачие пожалуйста могу ли я реализоваться в целительстве да пусть этот конфликт с нашей дорогой такой близкой к сердцу украины разрешится мирным договором ближайшее время наилучшим образом не разрешится к сожалению не разрешится никто на это не повлияет это не разрешится никак я знаю чем разрешится и поверьте не это не хорошо будет в россии стоит ли переезжать с города в квартиру в село лучше да чем нет продолжить мне мое рукоделие да я желаю всем успеха до свидания вы можете вложить свой след в мою общую деятельность для того чтобы это сделать вот смотрите я же отвечал на ваши вопросы вопросов было много и я отвечал на эти вопросы возможно кому то они были полезны вот вас сейчас смотрит на трансляции до 1000 человек а лайков вы нажали только 361 а ну-ка чтобы видел прямо сейчас до лайкайте обязательно это сделайте если вас 800 то и лайков должно быть 800 неужели сложно не нажать на лайк это же самое простое что можно сделать нужно бы хоть чуть-чуть быть благодарными понимаете а то давай нам еще давай нам еще и это сделай рыбка золотая вообще будь у нас на побегушкой а теперь давай чтобы я была владычицей морской поэтому давайте ставьте лайки будем с бывшим мужем жить снова вместе скорее да мы заболел закрытой формой туберкулеза очень переживаю чем лечить мои препараты туберсол демилон и туберсол демилон бетулиновая кислота один месяц приема и вылечить проверено сто процентов когда была свадьба крестная мама делала какой-то ритуал я была беременная часть моя дочь никак не может выйти замуж и определиться в жизни ну и что и что я должен сделать сейчас намахать чтобы она вышла мне зачем выйду я замуж за другом мужчину да где ставлю где смотрю правильно и делаете куда нажать для лайков по данным видео есть ручка так стоит и ручка так нравится мне нравится как сказал лысый дед спимая красавица стоит ли переезжать санкт-петербурга в узбекистан стоит да будем ли мы с бывшим мужем снова жить вместе ответил раньше вы самый лучший а вы тоже я желаю всем радости любви помните в самом начале говорила доброте хорошо гулять по улице с теплым кроликом за пазухой и держать конфету или лучше две в кармане про запас потому что всех дороже всех доверчивее и строже в этом мире доброта в этом мире доброта всем добра доброты любви берегите близких берегите своих детей берегите себя будьте добрыми жизнь идет вы все равно ее проживете от самого начала до самого конца и выбор только за вами как же ее прожить так чтобы она вам нравилось или так чтобы она все время вам приносила лишь страдания выбирайте радость жизнь изменится сил нам всем быть добро